Остановись мгновение, ты прекрасна. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Т, с вами Мариана Мирная. Говорим сегодня о тех, кто умеет остановить мгновение и сохранить его на века, о фотографах. В Самаре завершается ежегодный конкурс «Самарский взгляд». Лучшие фото будет выбирать наш сегодняшний гость, председатель жюри конкурса, фотокорреспондент Международного информационного агентства, преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин. Здравствуйте. Доброе утро. Это еще не все регалии, которые я вас перечислила, потому что иначе бы полэфира мы заняли. Вы очень профессиональный, достойный и уважаемый человек в вопросе фотографий. И у нас все очень радуются, когда вы приехали судить, жюрить этот наш замечательный конкурс. С каким настроением, наверное, и что такое оценивать творческую работу ваших коллег? Ну, надо сделать небольшое уточнение, что я не один жюрю и оцениваю. А я целая комиссия, целые жюри, в состав которого входят не менее авторитетные фотографы, фото-журналисты из Самары, из Самарской области. Я, в общем-то, гость. И всегда приезжая в гости в Самару, я еду с большим удовольствием. У меня много здесь и друзей, и бывших учеников, которые в той или иной мере у меня учились в студии. Для меня это несколько дней радости и немножко отключения от московской жизни. Само торжественное, так скажем, награждение победителей и лауреатов, оно пройдет завтра, вот сейчас, как бы вот накануне. Что происходит? Как вот вы по опыту своему, там, волнуются люди, не волнуются? Или уже поздно волноваться? Ну, естественно, волнуются. И мы волнуемся. Члены жюри больше. Вчера мы, значит, увидевшись и собравшись вместе, оценивали работы присланные. Есть много проблем, есть много замечаний. Ну, и не может быть без проблем. Восьмой год не может все время идти по нарастающей, должны быть и спады, должны быть и новые какие-то вения, новые влияния на фотографии. Вот мы вчера сидели долго и обсуждали с ветеранами фотографиями, с молодыми фотографами Самары. Самарский взгляд для меня – это некая возможность открыть новые имена, и не только в регионе Самары и Самарской области, в российском пространстве. И не только в российском, а даже в международном пространстве. Многие молодые фотографы и москвичи из Санкт-Петербурга, из Казани, из Нижнего Новгорода, до всех регионов России. То есть, скажем, родильный дом, их как фотографов, в общем-то, можно обозначить абсолютно четко. Город Самара. Самарский взгляд. Вот я знаю, что 17 регионов плюс Казахстан принимали участие в этот раз. Вот насколько подобная ли тематика в разных регионах? Или вот можно по фотографиям понять, что это из этого региона, там, это фотография из этого региона? Есть разница того, откуда присылаются эти фотографии, где они сделаны? В какой-то мере есть, конечно, по изображению, по, скажем, признакам географическим, этнографическим, признакам событийным можно определить. Здесь надо говорить даже не об этом, а о том, что, к сожалению, к глубочайшему сожалению, во многих регионах России многие фотоконкурсы не менее авторитетные, не менее недорогие и близкие прекращают существование. Из-за отсутствия финансирования. Поэтому я очень благодарен и администрации города Самары, и Самарской области, то, что все-таки в Самаре еще, дай бог, чтобы не еще, а чтобы и держалось, и продолжалось, и развивалось, и расширялось, и углублялось. Фотоотворчество, потому как современная визуальная культура, фотография – это один из признаков визуальной культуры, это признак культуры административных структур, административные возможности. И без финансирования невозможно собрать только количество фотографий, тех авторитетных фотографов. К сожалению, идет сейчас все где-то на спад. Хотя, в общем-то, я не могу сказать, что идет на спад театральное искусство, музыкальная культура. Вот я недавно был на зимнем фестивале Юрия Башмета в Сачах, где включили в рамки фестиваля, музыкального, театрального, балетного фестиваля, включили и фотошколу мою о фотографии. И пришли многие желающие, которые мечтают учиться. Не учиться фотографии нельзя. Уметь ее читать – это не означает, что ты взглянул на фотографию и видишь все, что в ней написано. Фотография очень близка с музыкой, своими элементами и возможностями шифрования. Поэтому увидеть фотографии, зашифрованную идею, мысль, логику мышления автора, увидеть и предвидеть. Фотограф не может решить какие-то проблемы, но своими фотографиями мы можем обозначить эти проблемы. Мы можем предвидеть те или иные явления через фотографию. Но для этого надо уметь ее читать. Сейчас об этом отдельно, про обучение хочу с вами поговорить. Вот еще какой вопрос. 2000 фотографий изначально были присланы, присланы 156 авторов. Вот из такого многообразия, насколько это трудно выбирать то, что вот сейчас, допустим, есть в экспозиции, а это, вот у меня есть памятка, 196 фоторабот. Из 2000 было выбрано вот 196. Это же такой жесткий отбор достаточно. Жесткий отбор, но это отбор многоэтапный. Предварительный отбор, потом отбор специалистов, потом отбор других специалистов. И в результате, в общем-то, вся эта система далеко не совершенна. Вот мы вчера стедели и в какой-то мере даже немножко ругались. Потому что я не вижу тех хороших фотографий, которые отсылали из Москвы мои студенты. То есть я с ними работаю основательно. Я агитирую, я говорю, вы обязаны участвовать в конкурсах в Нижнем Ногороде, в Самаре. То есть я там буду членом жизни. Но это не означает, что я вам буду подслуживать. Нет. Потому что были моменты, когда я просто откладываю, я здесь не могу судить. Потому что вот присутствуют мои студенты. С тем, чтобы быть честными. Поэтому многоэтапный отбор, он несовершенен. Его надо совершенствовать. Надо совершенствовать идеологию отбора. Надо совершенствовать принципы отбора. И технологию в том числе. Потому как, ну, в общем-то, ну, разумеется, я не буду скрывать. В Самаре хочется, чтобы много было победителей из города Самара. Это естественно. И москвичам хочется. Но, извините, вы открываете в Самаре имена москвичей. Тех регионов, которые немножко более доразвиты в фотографическом обучении, в истории фотографической. Поэтому вы открываете мир не только для жителей Самары, а для всей России, для жителей Казахстана. А в этом году, быть может, откроете мир и других фотографов, не из Казахстана, и не из России. Я знаю, что это может быть. И очень желалось бы, чтобы в Самаре открывались новые имена. И с тем, чтобы в Нижнем Новгороде открывались новые имена тех, кто живет. Вот в Самаре и в Москве это было. То есть мы живем в одном и едином пространстве. И есть смысл открывать новые широты этого пространства фотографии. Но фотографы ведь люди интернациональные, да? Они не привязаны, по идее, ни к какому конкретному городу. Он может быть, ну там, родом, скажем, из Нижнего или из Самары. А фотографии делать же на любых просторах, правильно? Да, все верно. И тем не менее, отличаются фотографии москвичей, питерцев. Отличаются фотографии сейчас тех, кто живет в городе Сочи. Как кто-то сказал, что Сочи сейчас третий культурный центр в России. Могу с этим и согласиться? Могу где-то немножко и не согласиться. Но то, что я увидел в городе Сочи этой зимой, я бы вряд ли это увидел в Москве или в Питере. Поэтому я хочу, чтобы и в Самаре открывались новые возможности. И для самарчан, и для всех россиян, чтобы был стимул и интерес участвовать в вашем фотоконкурсе. Меня немножко огорчило то, что среди работ, которые мы вчера видели, я не увидел вдруг знакомые имена. Больше незнакомых имен? Очень много незнакомых. Но я знаю тех, кто для меня в Самаре являются авторитетнейшими фотографами. Те, кто каким-то образом учился у меня, с кем я дружил и дружу. Я вдруг не вижу этих имен. Вот сейчас для меня основная задача за эти ближайшие 2-3 дня выяснить, а в чем дело-то? В чем этот неинтерес? Или какие причины, что авторитетники, то есть одни из лучших фотографов в России, живущих в Самаре, вдруг не участвуют в этом корпусе? Для меня это очень и болезненно, и это не просто так. Эта тенденция идет по всем регионам России и за рубежом тоже. Вдруг я не вижу известных фотографов. Быть может, в будущем году на 9-м фестивале самарской фотографии можно кому-то, авторитетнейшим фотографам, прислать индивидуальные приглашения. Ну, если бы мне прислали, я бы участвовал в любом случае. Здорово. Но вас и так приглашают в качестве председателя юрии участвовать? Быть может, на будущий год надо немножко изменить. Не быть председателем, а быть рядовым. То есть надо дать дорогу новым мозгам. Из тех, кто завоевал авторитет, имя фотографическое в Самаре, я об этом говорил и год назад, и два года назад. Ну, сделайте эксперимент. Возьмите. В этом году взяли несколько молодых фотографов. То есть они внесли новую струю мышления в отборе. Есть желание еще побольше. То есть, понимаете, на сегодняшний день я архаизм. Я уже не... То есть у меня немножко иные мозги, у меня иные мировоззрения, отношения. То есть я, может быть, глубок в каких-то пониманиях фотографий. Но я абсолютно, могу честно сказать, не понимаю мышления современных фотографов, молодых фотографов. А мне это интересно. Я и у них учусь тоже. Ну, это здорово, что есть интересы, удается и вам тоже с вашим оптом поучиться. Вот мы вчера говорили с моими одногодками, с теми, кто более постарше меня, о том, что что-то надо менять, чтобы все шло в лучшую сторону, к развитию, чтобы больше было участников. Но опять же я говорю о том, что не может быть ровно. Нельзя идти все время вверх, надо и остановиться, а может где-то и приспуститься немножко и понять, где ошибки. Почему резкое движение вверх, вдруг остановка. Потому что всякие проигрыши для меня – это возможность в дальнейшем выигрывать много раз. То есть проигрыш позволяет, в общем-то, задуматься, в чем я проиграл. Это хорошая идеология. Владимир, хотел вот что обсудить. Вот люди не связанные, может быть, профессионально с фотографией, да, ну вот мы обыватели, мы же как смотрим, оцениваем, нравится, не нравится, что-то там тронуло, не тронуло. И тем не менее есть определенные же критерии, да, и вы же не просто, вот как раз коллеги из жюри, вы же не просто смотрите и говорите, вот это нравится, вот это не нравится. Есть определенные критерии отбора, да, того, как это сделано. Вот хотелось бы немножко об этом, что это за критерии, Чтобы, может быть, в дальнейшем люди, которые захотят участвовать, они понимали, на что внимание обращается со стороны жюри и где они, может быть, тоже неправы или правы, наоборот, в создании своих работ? В данном случае я могу сказать свое субъективное мнение. Несколько девальвировалась фотография на сегодняшний день из-за чего? То есть она девальвировалась с момента социально-общественной доступности получить резкое изображение. То есть фотография как вид творчества и искусства. То есть вы берете телефон, вы нажали, и есть резкое изображение. Вы считаете, что это всего лишь изображение я, это не фотография. Вот, есть оказанная разница. А высокая фотография. Фотография 21 века – это что такое? Это литература, прежде всего. Это умение читать, что изображено на фотографии. Но литература, а литература – это и театр, и кино, там, где есть сценарий, там, где есть слово. Слово стоит на первом месте. Всякое искусство – это искусство обмана. Не умеешь обманывать, не надо заниматься ни литературой, ни живописью, ни музыкой. Как сказала Великий Пикассо – искусство ложь, через которое мы познаем правду. Чтобы понять эту правду, надо ее уметь читать. Поэтому современные фотографии – это удивительно сложное искусство. Легче на сегодняшний день написать хорошие стихи, хорошую музыку, хорошую живопись. Сделать хорошую фотографию намного сложнее. За почти 180 лет существования фотографии, как вида документалистики жизни, все отснято, вся жизнь человека от рождения до смерти, отснято на всех широтах, на всех континентах. В любых состояниях исторических все отснято. Что сегодня надо снять такое, чтобы выиграть и сказать «да, это ах». Я даже не знаю, что можно снять сейчас так, чтобы можно снять некие вещи. Те же самые сюжеты, те же самые рождение, смерть, и радость, и печаль, но через язык образов. Вот понятие образов. К сожалению, появились новые неологизмы в нашей жизни. Фоткать и фоткать – ненавижу. Я вас понимаю. Я знаю другие неологизмы, касающиеся и литературы, и живописи, и музыки, но никогда это не произношу. Потому что для меня это понизительно. Как для бывшего музыканта, и художника, и любителя по философству, типа, говорите о литературе. Но меня это немножко и раздражает. Я не могу винить в этом современном. Это дух времени. Это некая историко-гуманитарная тенденция. Неологизм, новые слова. Лучше слышать эти слова, чем материн язык, которые идут и говорят, на котором девушки, обучающиеся в университете, считают, что это и есть литературный язык современный. Поэтому и фотографии тоже. Ей надо учиться, ее надо понимать, обязательно учиться. И понять, чтобы сделать хорошую фотографию, надо выложить все свои знания и незнания, всю свою глупость и разум. Все свои воспоминания, весь опыт накопленный. Если я делаю одну хорошую фотографию в год, и этот год прожил не зря. Сделать ее безумно тяжело. Легче написать. То есть у художника, у писателя, у композитора бесконечное временное пространство. У фотографа доли секунды. Ну да. Остановись в мгновение, ты прекрасно. Гёте вкладывал мне... Он говорил не о фотографах. Я понимаю. Он говорил о любви. Не остановись, а продлись в мгновение как можно дольше. Дай наслаждаться любовью. Вот о чем говорил Гёте. Ну очень удобно было историкам фотографии взять это выражение. Поэтому это выражение скорее не для фотографов, а для художников, поэтов, писателей, композиторов. Продлись в мгновение, дай возможность и передать это мгновение в своем творчестве. А мы стоим в долях секунды. Либо это шедевр, либо в мусорный ящик. Следующее нажатие на спуск, либо очередной шедевр, а скорее всего в мусорный ящик. Если бы хорошие фотографии получались так легко, я фотографией бы не занимался бы никогда. Хочу с вами поговорить о том, что даже вот на нашем конкурсе «Самарский взгляд» есть фотография художественная. То есть люди выступают в категории художественная фотография. А есть пресс-фотография, как называется, либо документальная. Хочу, чтобы вы пояснили разницу, что одно значит, что другое. И что на ваш взгляд, ну я не знаю, можно ли говорить, легче, сложнее. Или какие-то особенности есть и там, и там. Вот это самый интересный вопрос, это самый загадочный вопрос. Это самый интересный вопрос для тех, кто делает дипломы по фотожурналистике. Основа фотографии ее документальности. Но сама же документальность уничтожает художественность. Вот соизмеримость и соотношение документальности и художественности, художественности и документальности, это и есть тот процесс самый интересный в творчестве. Что такое художественность? Это элемент неправды. Фотоизображение, это вроде бы документ, но сейчас куча механизмов этот документ превратить в арт-фотографию. И наоборот, из арт очень сложно, в общем-то, сделать документ. То есть сейчас время фото-журналистики, сейчас время документальной хроники. И очень сложно документальную хронику через свои умения, через свою душу, сердце, через свои мозги включить в элемент художественности. Сделать художественные произведения. Это отдельный инструментарий, это отдельная технология. Тому надо очень-очень сложно учиться, надо быть очень образованным человеком. Фотографии 21 века – это язык Чехова, Толстого, Достоевского. Это язык знаков, символов. Это чеховские подводные течения. Не обязательно говорить все до конца. Важно зрителю додумать, а что было дальше. Представить, сфантазировать. Фотография должна человека задуматься, заставить его фантазировать, отгадывать мысли автора и в то же время прийти к истинности факта и события через авторское мышление. Безумно сложно, этому надо учиться. И учиться всю жизнь. Я учусь. Я кого-то учу, но я учусь и сам, но не у фотографов. У музыкантов, у великих шиштов и Пендерецкого, у Клода Вилюша, у Вуди Алина. Я слушаю, и мы говорим не о фотографии, а о логике авторского мышления, о технологии авторского мышления. Это самое интересное. Залезть в мозги к автору, взять у него элементы и переработать на свой уровень мышления. Самое загадочное, это и есть мистика. Мистика искусства. Фотография – это магия, это мистика, это мистификация жизни. И многие говорят, нельзя жизнь не сценировать, нельзя ее срежиссировать. Я вам скажу честно, что я дошел до этого относительно недавно, что любое, скажем, обдуманное, разумное появление человека с фотоаппаратом в общественно-социальной среде – это ваш театр. И чем вы больше умеете, чем вы более опытен, тем более субъективен ваш театр. Не театр снимает ребенка от двух до четырех лет, где нет осмысления, где нет задачи, где нет одного момента, мне за это заплатят, а за это нет. Вот ребенок просто фотографируется, процесс его интересует, а я уже не могу так, ни за какие деньги, быть ребенком. Слишком большой опыт. Я бы и рад бы снимать в стилистике детского наива, примитивизма, но не знаю, как это сделать. Вот я этому учусь сейчас. Хочу еще вот какой вопрос задать. Есть же постановочные фотографии, есть не постановочные, случившиеся в жизни фотографа внезапно, да? Вот об этом тоже ваше мнение, что из этого более, я не знаю, более ценно, наверное, могут ли быть шедеврами фотографии постановочные или все-таки глубже и по эмоциям сильнее те, которые произошли сами собой? Могут быть. Значит, все зависит от уровня образованности, от уровня, понимание, что такое изобразительный стиль. Технологии изобразительного стиля сейчас в современной фото-журналистике есть такой стиль, называется репортажная и постановочная фотография. По сути дела вы делаете свой маленький театр, но через этот театр, через декорации в одном снимке, в серии снимков вы показываете географию, этнографию, культуру, событийные рамки, временные рамки, которые читаются через рекламу, через газеты, через пластиковые пакеты, на которых 20 лет назад было написано «Кент и Мальборо», а сейчас написано «Ашан» или «Перекресток». Это временные рамки, но это уметь надо читать. Поэтому меня не интересует, каким образом, в какой технологии и стиле это сделано, меня интересует результат. Если за результатом не торчат откровенно авторские уши, это сделано умело, деликатно и тонко, ну не подкопайтесь. То есть, конечно, есть документальное кино, есть художественное кино, сейчас идет обмена терминов, говорят, значит, фостдок. Это просто подмена терминов. И в художественном кино можно сделать шедевр, и в документальном кино шедевр. Но разные технологии, разные подходы и разные задачи. А можно сделать синтез документального и художественного кино. Можно сделать синтез документальной и художественной фотографии. Все зависит от задачи, все зависит от глубины проникновения в тему. Главное слово – тема. Тему найти тяжело. А уже каким образом снять это дело умения автора? К фотошопу как относитесь? К своему недомоганию профессиональному и жизненному я не умею включать компьютер. Вот так. Поэтому все то, что делает кто-то в фотошопе, я как бывший художник и музыкант пытаюсь делать, ну стараться делать без внедрения. То есть внедрять свои умения живописные, музыкальные. Я не знаю, еще какие-то фотошоп – великолепный инструмент. Великолепные технологии, очень удобные. Очень удобные. Но есть одно ное. Это удобство в результате выражается в чувстве меры в профессиональных науках и в некой внутренней изобразительной культуре. То есть чувство мера. Не должно быть больше того, что должно быть. Хочу с вами еще обсудить, вот уж раз жизнь меня свела с профессиональным фотографом, ваше мнение, с таким популярным явлением, как селфи, да, вот эти себяшки, которые сейчас тоже пестрят же. Вот смотрите, мы открываем социальные сети и по большей части мы видим не высокохудожественные фотографии, да, и даже не попытку сделать высокохудожественный снимок, а это по большей части как раз селфи, какие-то там фотки, да, как вот слово, которое вам не нравится. Тем не менее, фотографии, это, наверное, нельзя назвать, это фотки. Как вы к этому относитесь? Нужно ли с этим бороться или, да бог с ним? Бороться с этим бессмысленно. Это дух времени. Никуда вот этого не денется. С одной стороны, очень здорово, что технология фототворчества, фотоизображения, ну, то есть она появилась в широких социальных массах. Можно что выбирать, но голова ломается от того, что иной раз мне показывают мои студенты. Интернет – великолепные средства и передача информации, получения информации, великолепные средства передачи собственной глупости, собственной необразованности, бесстыдства и тупости. Поэтому селфи, да, это явление, то есть, социальное. Никуда вот этого не денется. Ну, все зависит. Зачем показывать все, если ты сделал шедевр, если ты снялся, условно говоря, в обнимку? Ну, я не знаю, с Господом Богом. О, вот это селфи будет. Наверное, номер один. То есть, ну, этого Бога надо искать. В музыке, в живописи, в литературе, в науке прежде всего. Мы говорим сейчас, то есть, с телеэкрана звезды. У нас звезды – это те, кто занимается наукой. Их надо показывать. Говорить, может быть, и не показывать их лиц, но говорить о них. То есть, мы… Кто у нас сейчас звезды? Ну, молодая актриса снялась в сериале, в двух сериалах, причем в негативных ролях. Звезда телеэкрана. Это все ясно. Но есть иные звезды. Ну, может быть, через интернет показывают те, кто достиг великолепных успехов. Ну, семья взяла к своим пятерым детям, еще вот, еще десять взяв из детского дома. Вот о ком надо рассказывать. О душе и о сердце человека. О его пространствах, необъятных пространствах возможностей. О тех, кто те тупики жизненные переступил и живет полноценной жизнью. Вот о ком надо говорить. Конечно, и об искусстве. И о плохом искусстве. Я хорош. То есть, любому человеку надо сравнивать что-то с тем, чтобы понять истинность чего-то. Несколько минут у нас до конца остается. Хочу вернуться к конкурсу и обсудить номинации. Семь номинаций. События, люди, повседневная жизнь, природа, другая реальность, коммерческая фотография, спорт и город, который любит футбол. Какая из этих номинаций может быть вам ближе, наверное, может быть, по эмоциональной какой-то составляющей? Или потому что, с чем вы больше в своей жизни сталкиваетесь? Что роднее? Ну, я фотографировал и фотографирую все. Это задача моей профессии. Уметь фотографировать все. Ну, конечно, сейчас последние годы, последние 10 лет, может быть, особой привязанности к культуре и искусству нет такой номинации. Ее нет и на мировом пресс-пут. Это исключили культуру и искусство. Безумно бедно. То есть ее свалили вместе просто люди. Люди это и события в Сирии, и на Украине, и культура и искусство. Ну, разумеется, есть политические события, которые, может быть, важнее, чем культура и искусство. Спорт великолепен. И балет, и спорт, и цирк. Это такие навыки для фотографов. Можно получить экспериментируя технологии передачи движения. Психологию человека великолепны. В этом году спорт был очень-очень слабый, к сожалению. Очень слабая категория коммерческой фотографии. Может быть, она и не нужна. То есть, может быть, кто-то и не понимает, а что называется коммерческой фотографией. Поэтому и мало фотографий, и абсолютно непонятно, при чем есть коммерция. А чего больше, вот в этот год? В этом, то есть, ежегодно, на астамарском взгляде, самая сильная категория – это повседневная жизнь. Конечно, это очень широкий аспект жизненных проблем. И знаком плюс, и знаком минус. В этом году великолепная категория природы и окружающая среда. То есть, у нас были споры, и переголосование, и перестановка. Единственное, в общем-то, существенное замечание вчера вдруг меня озарило. А как можно оценивать одну фотографию в конкуренции с серией фотографий, где фотограф снимал, может быть, не один год и не два года? Одна фотография, да, вот случайно получилась, это один результат, очень хороший. Но серия-то немножко иное. Это все равно, что сравнить рассказ и роман. В литературе роман – это высочайшая. Сфера деятельности литератора, как мы с Аксеновым однажды посмотрим, говорят, роман – это высшее достижение литературных навыков. Это высшее. Поэтому как можно одинаково… То есть, эта фотография будет на первом месте, либо эта серия на первом месте. А что там на втором месте? Ну, конкурс мобилен, он может менять свои внутри же проблемы и расширять свои результаты? Разумеется, надо постоянно реагировать на любые изменения, на любые недомогания организма, организации, фотоконкурса. Должны умные, разумные, опытные, молодые и пенсионеры внедряться и думать, как это сделать лучше. На будущий год, если все будет нормально с финансированием, я думаю, что мы уладим эти моменты и равнозначно сможет кто-то за выдающейся одну фотографию получить гран-при, а кто-то за выдающуюся серию. Но это разные технологии мозгов. То есть, одна фотография должна быть настолько сильный образ, настолько типичное изображение для нашей временной сферы, либо нетипичное, с тем, чтобы сказать «Ах!» Спасибо огромное. К сожалению, время наше подошло к концу. Да, к сожалению, вынуждены заканчивать. Владимир Вяткин был у нас в студии. Завтра финал конкурса «Марский взгляд». Смотрите, не пропустите. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова